Всем привет! Доброго вам денечка и прекрасного настроения! Симпатичного, как я скажу! Сегодня у меня немножечко будет информационно-юморное видео. Улыбает меня комментарий, который я получила под своим видео по приезду из отпуска. Когда я показывала вам свои орхидеюшки и рассказала, как они меня ждали. Кто-то распускался, кто-то держал прекрасно созданные цветоносы, цветы, а кто-то дал цветоносы. Таких растений было немало. Сейчас осенний период, когда орхидеи активно дают цветоносы. Но комментарий был следующего содержания. Что это вы нас дурите? Не могут так за две недели орхидеи дать цветоносы массово и еще и подрастить какое-то количество данных цветоносов. Ну смотрите, захожу я на аккаунт человека, который написал мне этот комментарий, понимая, что это канал обо всем. Там тоже и о растениях снимается. Это разные, разноплановые видео. И очень хочется, конечно, сказать в этом ключе. Если человек пишет подобный комментарий, то, ну, наверное, этого человека самого в этом и можно обвинить. Никогда я не дурю ни в коем случае моих зрителей, моих преданных подписчиков и тех людей, которые, ну, по каким-то причинам не подписываются на канал, но постоянно его смотрят. Я знаю, что есть люди, у которых нет собственного аккаунта на ютубе. Они просто заходят на ютуб и смотрят видео. Ищут мой канал и просто смотрят без подписки. Такие тоже есть. По статистике моего канала я могу это отследить. Но сегодня речь о тех орхидеях, которые все-таки во время моего отсутствия дали цветоносы и подрастили их. Почему так быстро это происходит? Меня не было дома 12 дней. Я вам сказала, ну, 2 недели будем грубо считать. Потому что 2 дня на сборы, конечно, я уже к растениям не подхожу. Уже не могу как-то наблюдать более плотно, подробно, как я это делаю, если нахожусь дома. Но смотрите. Особенность наших с вами растений. Еще знаете, что хотелось бы сказать? Что мои орхидеи никогда не дадут вам собрать. Те, кто смотрит мои обзоры, видеообзоры моих растений постоянно, могут видеть, в каком состоянии была орхидея. Например, в предыдущем обзоре. И потом где-нибудь через пару неделек, тройку неделек, вы можете видеть эту же орхидею. Или несколько орхидей. Но уже в другом виде. Например, с цветоносами. Или с большим приростом по корням. Или с большим приростом по листьям. Вот в чем прелесть подробных видео, которые снимаются циклично на канале. Допустим, смотрим на орхидею. Потом смотрим, как она растет, развивается. Через какое-то определенное время. Это в конкретном случае. А так, конечно, все мои растения вашему плотному вниманию во время обзоров. Так, а сейчас по тем цветоносам, которые все-таки появились у меня, когда меня не было дома. Я была в отпуске. Смотрите, есть орхидеи. Генетическая особенность которых? Очень длительно возревающие цветоносы. Яркий пример сказанного мной. Это цветоносы моей орхидеи Стюартианы Пикачип. Вот паршивка. Как она долго. Она у меня год и два месяца отращивала вот этот цветонос. Сейчас она его засушила. Во время цветения этим цветоносом она цветла еще одним. Сейчас я вам покажу. Вот этим цветоносом. Вот этим. Она его тоже засушила. Я его убрала. Этот пока не срезала. И во время цветения двумя цветоносами эта орхидея уже растила новый. Вот этот цветоносик. Как-то дорастился он до вот этого уровня. Где-то вот в этом районе он был по длине. И орхидея его остановила в развитии. Она доцветала. Я думаю, ну вот она доцветет двумя вот этими цветоносиками. Ну и потом активно начнет отращивать кончик нового цветоноса. Да где бы там. Вот история повторяющаяся из раза в раз. Длительное формирование цветоноса. Оно может дотянуться до полугода. А то и до года. Это генетическая особенность орхидеи с красивыми листьями стюартианы, пика, чип. Есть орхидеи, которые отращивают в среднем значении свои цветоносы. И таких орхидеи очень-очень много. Вот, например, вот эта орхидея Ivory Pearl. Я просто вам сегодня буду показывать цветоносики, которые находятся в периоде либо роста, либо уже формирования бутонов, бутонизации. Орхидея это не Red Rose, это просто какая-то розочка. Я ее так зову, потому что единожды, найдя похожую орхидею в поисковике, я так ее и обзываю. Розочка моя. Тоже отращивает свой цветонос в среднем варианте значений по времени. Это где-то около двух с половиной трех месяцев. Это вот средний уровень, норма формирования цветоносиков. Есть у меня орхидея королева, туфелька королевы. Вот, вспомнила. Очень красивая орхидея. Единожды, показав ее на канале, девчонечки пренепременно решили в коллекцию эту орхидею крупноцвет заполучить. Она постоянно цветет. И вот у нее формирование цветоноса происходит, в принципе, быстрее среднего значения уровня формирования цветоноса. Эта орхидея очень быстро формирует свой цветоносик. Где-то два месяца, а то и полтора. Очень часто на цветоносе этой орхидеи, туфельке королевы, просыпаются все боковые почки, которые есть на основном осевом цветоносике. Вот процвела, видите, я укоротила, цветет следующая почка. А до этого цвела почка, которая располагалась в верхнем уровне. То есть, вот этот цветонос основной, он уже дает третье домашнее цветение. Пока нового цветоноса она мне не выстреливает, но цветет вот так приросточками на боковых, ждущих, живых почках основных цветоносов. У этой орхидеи за счет того, что очень крупный цветок, а цветок достигает размера 12 сантиметров, чашообразный, полураскрытое блюдечко, эффектный, невообразимо. Фотографии я постараюсь вставить, если не забуду. Часто говорю, вставлю фотографию, но, девчонки, как всегда, омут орхидеи меня затягивает. И во время, ну и монтажа, и видеосъемки, я просто забываю про то, что вам обещаю вставить фотографии. Вот нет у меня этой привычки, хотя хотелось бы эту привычку все-таки выработать в себе. И прикреплять постоянно фотографии, когда я показываю, например, бутушки, или рассказываю про какой-то гибрид или сорт орхидеюшки. Вот, цветет бесконечно красиво, залитый, плотный, однородный оттенок. Кислотно-сиренево-фиолетово-бордовый. Вот представьте, да, красотища. Быстро формирует цветоносы. На скорость формирования цветоносов повлиять невозможно. Понимаете, это все равно, что попытаться повлиять на природу растения. Это сделать невозможно. Какие бы вы составы, какие бы вы удобрения, какие-то шикарные стимуляторы не применяли, ускорить рост формирования цветоносов невозможно. Скорее, знаете, как вот создать необходимые условия, где ночные и дневные температуры будут иметь разницу где-то градусов 5-6, это будет намного эффективнее. И ваши орхидеи будут очень хорошо бутонизироваться, давать хороший прирост по бутонам, растить кончики и выдавать прекрасные каскады ваших орхидей. Пойдемте дальше, буду вам рассказывать. Ну, а возмущение в том комментарии было по поводу вот этих двух орхидей. Я не знаю, что за дело автора, который написал мне подобный комментарий. Ну, давайте рассказываю. Вот это орхидеи, которые имеют название Golden Pixie. Одна и вторая орхидейка мне продавались в группе ВКонтакте, известной группе, под названием Yellow Chocolate, Желтый шоколад, но это совсем не желтый шоколад. Когда я вам написала, девчонки купила желтый шоколад, вот он как цветет, вы мне пишите Ирину желтого, шоколад совершенно другая листва. Абсолютно с вами согласна. Делаем вывод, меня надурили. Не я вас дурю периодически, показывая свои растения, а очень часто меня дурят. А мои растения не позволят мне дурить вас. Смотрите, вот эти орхидеи у Желтого шоколада, листва имеет очень красивую, такую вот ляпистость, незначительный рисунок, как раз вот именно у Желтого шоколада. Здесь нет явно Golden Pixie. Так, я вам показывала, что во время моего отсутствия эти орхидеи дали по три цветоноса. И мне сказали, да ну, да ну, не может такого быть. Как-то так уехали, прям за две недели у вас появились вот такие значительные цветоносики, которые уже, мало того, что они появились, они отросли. Сантиметра на четыре на одной орхидеи, но другой сантиметра на три. Смотрите, вот сейчас я вам делаю подсъемочку. Спустя 10 дней после выхода того видео. И те люди, которые смотрели это видео, просмотрели очень много зрителей то видео. Смотрите, и вот сейчас, спустя 10 дней, посмотрите, как увеличилась высота цветоносов. Вот этот цветонос я вам показывала. видео 10-дневной давности. Он был спрятан за листиком. Я отстраняла листик и показывала вам. Ой, вот он спрятанный за листиком. Посмотрите, за 10 дней рост цветоноса составил 12, а то и 14 сантиметров. Кто не верит, может вернуться к тому видео. Там все прекрасно было видно. Видите, какой прирост за 10 дней? Делаем вывод. Это генетическая особенность растений. Эти мои две орхидеи одного сорта, golden pixie, очень быстро растят свои цветоносы. Вот этот еле проклюнутый был. Вот за 10 дней прирост у него на 2 сантиметра. Сантиметра. Видите? Ой, показываю вам дальше. Смотрите, когда я вам показывала видео 10-дневной давности, вот эти цветоносики, они вот только вот там были. Вот этот вот там был виден. Сантиметра на 2 выглядывал. Сейчас он подрос где-то сантиметров на 6. Вот этот был где-то вот до этого уровня развит. Сейчас прирост по нему составил 10 сантиметров. А вот этот, в момент снятия того видео, он был только-только появившимся. Вот была чешуйка вот эта, она была расхлопнута, как бы немножко им пробита. И сейчас он уже отрос на 3 сантиметра. Понимаете? Вот как по генетической особенности могут очень быстро расти цветоносы. От нас с вами скорость формирования цветоноса не зависит. Вот на этой орхидее, когда я снимала это видео, цветоносик был, вот этот, который выглядывает, он был длиной где-то 1 сантиметр. Сейчас он прирос еще на 3 сантиметра. Результат 10-дневного формирования цветоносика. Видите, скорость развития цветоносов на разных сортах, разных гибридах, она совершенно разная. И поэтому, если я вам показываю результат 12-дневного отсутствия, значит, это результат именно 12-дневного отсутствия. Понимаете? Мне придумывают, ну, нет никакого резона. Кто-то пытается постоянно меня в чем-то улечить. Но не получится, девчонки. Потому что орхидеи мои не позволят это делать. Вот этот, когда я вам его показывала, он был где-то наполовину развит. Он был вот такой. Сейчас за 10 дней он увеличился длиной ровно в 2 раза. Ну, что вы думаете? Гуляю сейчас по орхидеям, снимаю вам видео о разной скорости роста цветоносов и массу цветоносов наблюдаю. Что сейчас хочу сказать? Вот смотрите. У меня получается, это зимний сад. Очень часто меня спрашивают, какой у меня, какая площадь здесь, в зимнем саду. Я так называю это пространство. Я не претендую на оригинальность и исключительность. Это мой дом, это мое жилище. И то, как я называю определенное место, ну, это, наверное, мое решение. Правильно? Как-то мне написали, да что это за зимний сад? Кто это вам сказал, что это у вас зимний сад? Да, это у меня зимний сад. Площадь зимнего сада 19 квадратных метров. Очень длинная лоджия. Она у нас в длину вот туда 8 с хвостиком метров. А в ширину она у нас вот там вот 2 метра. Она немножечко вот так вот идет дугой лоджии. Здесь вот она в середине метра 70. И вот здесь вот с этой стороны она тоже 2 метра шириной. То есть вот перемножив, получается, в районе 19 квадратных метров у нас вот это вот лоджия. Мой любимый зимний сад. Почему зимний сад? Вы знаете, все-таки тот микроклимат, который получается у меня здесь создать в результате того, что у меня вот там окошко. Давайте сейчас я вам расскажу, как я создаю нужный микроклимат. Вот. Я его ночью сейчас открываю. Ночью у нас за окном где-то плюс 10, плюс 11. Окошко у меня открывается на треугольник. Вот такой. Я сейчас закрыла, чтобы мне машины не мешали снимать видео. И вот здесь у меня окошко. Смотрите. Я тоже его открываю на хороший треугольник. Иногда, если днем жарко, я вообще могу их распахнуть, эти окошки. И что получается? Получается у меня создать... О, смотрите, какая красота! Ой, я его обрезала весь. Он у меня там столько макушек новых дал. Обалдеть! И вот здесь вот я его укоротила сильно хлорофитом. Видите, сколько побегов новых приростов дало. Стоял лысый. Я часто его стригу на лысо. А потом получается красота! Создавать микроклимат получается в результате того, что я могу обеспечить своим растением при помощи открытия окон хороший перепад ночных и дневных температур. Сейчас за окошком солнышка. У нас сентябрь, слава богу, ожидается теплым. И, кстати, окошки супруг помыл. Как я люблю, когда он окошки моет! И люблю перепрыгивать с темы на тему. Это моя особенность. Зато благодаря моей особенности вы много информации всякой получаете. Не только по теме. Так, это так. Знаете, отступление. Создавать микроклимат получается за счет того, что перепад вот этот у меня получается. Я прихожу сюда, у меня бывает на термометре даже вот здесь, в верхнем уровне, вот здесь. Сейчас 23, 11 утра у нас. А ночью я прихожу. Здесь бывает на верхнем уровне 19, 20. В результате того, что термометр стоит в среднем уровне, да, но если опуститься ниже, то вот это все, вот это все, оно стоит при температуре еще ниже. Я так думаю, что где-то градусов 17. Это как раз именно та температура, которая способна простимулировать наши с вами орхидеи на выбрасывание цветоносов. Если я об этом говорю, значит, так и есть. С 2009 года у меня уже была возможность проследить ту динамику, которая либо есть, либо нет при создании определенных условий выращивания моих растений. И вот сейчас я вам могу показать много чего здесь. Формирование цветоноса золотой рыбки. Вот оно идет. Формирование шикарного цветоноса. Но, знаете, это еще, конечно, не то множество цветоносов, которые уже, я так думаю, что дней через 10-15 у меня появится. Формирование редлипа. Цветонос шикарный, толстенный. Посмотрите, какой. Формируется цветонос на моей розетте. Вот она, боковая почка. Сейчас вот здесь я тоже укорочу. Вот она сбросила последние цветочки. Я укорочу, она обязательно мне даст еще колено цветущее. Идет формирование цветоноса на Микки Кроуни. Вот она, кружевница. Вот она с цветоносиком стоит. Идет цветонос. Вот он, огромный цветонос. Это орхидея мантрё. Мантрёха моя шикарная. Лошадь. Посмотрите, какая лошадь. Здесь у меня все лошади. Девчонки, ну лошади. Я уже говорю, что у меня дылды-то такие, а? Куда я вас дальше буду размещать и ставить? Уже мне говорят, Ирина, ну слушайте, ну уже пятилитровые ведра, ну куда больше. Ну, девчонки, ну что я могу поделать? А делить их жалко. Понимаете? Разделить орхидею на две части, это всё. Это долгое время ждать, когда эта орхидея зацветёт. Понимаете? Макушка отсечённая. Я это делаю, когда удлинение ствола происходит. Конечно, делаю. Это та норма, которую можно применять и получать хорошие результаты. Но придётся потратить значительное время на подращивание отсечённой макушки, формирование у неё богатой корневой системы. Только хорошая корневая система может дать очень хорошее здоровое цветение. Иногда орхидеи после омоложения дают цветоносы, но за счёт пропадания нижних листьев. Это не очень хорошая тенденция динамика. Это говорит о том, что орхидея тратит свою энергию, погрузилась в очень глубокий стресс после омоложения. И всё. И она будет пытаться зацвести, если это у неё получится, для того, чтобы дать потомство, ощущая свою ближайшую гибель. Я говорю про омоложенные орхидеи, которые дают цветоносы, но не вовремя. Так, что у нас ещё под цветоносом? Вон он, цветонос длиннючий, уже быстро, кстати, тоже развивается, очень быстро появился, когда я была в отпуске. И вот за это время он прирост очень хороший дал. Это вон она, видите, дылда, огромные, размашистые листья у неё. Сезам. Не ред сезам, просто сезам. А вот это только распустило полностью цветонос. Но в полном распуске он может быть где-то дней 20. Я предполагаю так, потому что он распустился, когда меня не было. и сейчас я вот тоже смотрю, создавая вот эту обалденную разницу температур между ночью и днём. У меня где-то получается создать 6-7 градусов разницы. Смотрите, я говорю, господи, опять-то у меня дурында зацветать собираюсь. Вот Валентина, вот моя старая орхидея, талисман моего канала, который уже тоже опять хочет омолаживаться, удлинился стволик. Вот у неё, знаете, такая особенность. Когда она стала взрослой, она очень часто стала лысеть стволиком. Я её омолаживаю периодически. Вместе с вами на канале это делали. Вот она дала опять цветонос. И ещё вот она пробудила почку. Видите, вот чем взрослее, чем крупнее орхидеи, чем лучше она себя выглядит, тем объёмнее, мощнее, охотливее она будет цвести и откликаться не на какие-то там, знаете, подкормки, которым, я не знаю, оды поют на каналах и говорят прикапайте этим, удивите тем капельку того, ложечку этого. Всё это мутата. Да, есть классические нормы выращивания орхидеи, подкормок. Это нужно делать. Подкармливать орхидеи нужно обязательно. Но кричать о том, что из-за этой подкормки у меня орхидея прям вот цветоносами обросла. Ересь полнейшая. Создавать условия, я вот всегда говорю, орхидеи будут цвести и расти. Очень хорошо, если вы будете обеспечивать все пункты, которые приводят к хорошему росту и цветению орхидеи. Выбьется какой-то один параграф, все орхидея не зацветет. Не докормите орхидею. Может быть, она и зацветет, но она зацветет не в ту силу, которую она должна это делать. И во время цветения вы можете увидеть, что на орхидеи теряются нижние листья. Это будет говорить о многом. Здесь, конечно, тема сегодня не об этом, о чем будут говорить, например, те или иные проявления на листочках орхидей во время цветения. Тема не об этом. Но вот, наверное, эту тему следующей можно будет обязательно для вас раскрыть, показать, что и как. Ну, а сегодня по вот этому динамичному росту цветоносов в результате генетики. и создание необходимых норм и температурных режимов. Вот, гуляю, сейчас смотрю, вон он цветонос у меня вышел, вон он, видите? Вот, буквально, как похолодало, нет, вы не видите. Ну, покажи цветонос-то. Вон он выглядывает, видите? Буквально, как похолодало, как вот у меня появилась возможность вот эти форточки ночью открывать, все, перерост по цветоносам, вот он одномоментный. Вот она, красота. Поскидывала нижние листья, я вам рассказывала, что эту орхидею мне пришлось лечить, беглип. По корням шикарно все. Смотрите, что делается. Я не знаю, я боюсь его. Я боюсь его. Charmiel Crystal Water на Forest, на Forest Facey. О, как красота какая. Как же он цветет, боже мой. Это просто нечто. Цветение я вам фотографировалась, немало показывала. Видите, цветочки собираю, тоже что-то цветает, а что-то масштабно зацветает. И вот сейчас гуляю, опа, цветонос у нас вышел. Видите, вот она красота какая. Тут, если вот вам показать все вновь появившиеся цветоносики, вот он, какой коренастый идет. Кстати, вот у этой орхидеи вот такие коренастые цветоносы всегда. Это моя красавица Soga Vivienne с варегатными листьями. Есть Soga Vivienne с обычными листочками. У меня вот такие варегатные, красивые. Видите, какая елочка красивая. Вот, и она, когда стала взрослой, у нее стали такими толстыми цветоносами. Они с мой мизинец толщиной. И вот у нее не быстро формируется цветонос. Он у нее всегда коренастый, он всегда разветвленный. Бывает по 3-4 деленки, кроме основного осевого кончика. Очень пышные букеты. Вот она, смотрите, приехала, обнаружила у нее. Видите, во время цветения, вот она цветет, она и почку растит. Вот, видите, разбудилась почка и пошла расти. Вот красота с новым цветоносом. Давайте я вам покажу, что это за орхидея. Вот она, дуга идет. Вот она, дуга-дуга-дуга-дуга-дуга-дуга-дуга. А-ля сакурка, я вам ее показывала. Вот этот вот вновь появившийся цветонос из почки конца, краешка цветоносика. Видите, вот здесь вот оно закончилось, и потом начался рост самого цветоноса. Гляньте, вот так. И она мне тут же дает новый цветонос. Она здоровенная, однобокая, я вам ее показывала. Такая у нее очень какая-то странная динамика отращивания листьев. Она скидывает листья и сбрасывает их именно там, где у нее были цветоносы. А здесь вот так вот цветонос на цветоносе. То есть давление, что ли, цветоноса на лист, я не знаю. Вот там, где нет цветоносов, вот смотрите, видите, здесь вот только был один, но он около него есть листочек. А так вот все там, где цветонос и все лысое. Ну, так вот дала цветонос новый. Вот Red Apple. Я ее обожаю. Вы знаете, как она цветет? Когда крупноцвет вот она распускается, а потом цветок у нее начинает расти. И когда этот крупноцвет цветет 30 цветоносами, а это очень легко она делает, потому что у нее всегда цветение в несколько цветоносов. Вот сейчас вы видите так, 2, 4, 6, 9, вот видите, 9 будет цветов. И вот такая вот, как только она закончена, формирование у нее бутонов на кончиках, да, боковых почек основного вот этого цветоноса, у нее вот этот просто устремился в дикий рост. Прирост у нее вот буквально, наверное, за неделю составил сантиметров 7. Очень быстро растит толстенный цветонос. Ну вот, поэтому, что хочется сказать, подводя итоги сегодняшнему видео, скорость формирования и отращивания цветоносов на наших с вами орхидей зависит от генетической особенности конкретного гибрида или сорта. Повлиять на скорость формирования цветоноса невозможно. Если мои растения растят быстро цветоносы, это происходит из раза в раз, то я не делаю упор на то, что я полила тем-то или присыпала тем-то, удобрила тем или иным. Нет! На скорость формирования цветоноса влияет только генетическая особенность. Все! С природой не поспоришь. Против природы растения не попрешь. Дальше! Если у вас есть возможность организовать вашим орхидеям хорошие перепады ночных дневных температур делайте это. Вы увидите хорошие результаты. Мне как-то недавно писали Ирин, на балконе такой холод сейчас вот ночью бывает плюс 5 плюс 7 может быть растение орхидеи туда вынести чтобы они там цветоносы дали а потом назад занести ни в коем случае вот эти температуры плюс 5 плюс 7 это температуры гибели наших с вами орхидей максимально низкий предел который выдерживает наши орхидеи это плюс 15 градусов причем не температуры окружающего воздуха а температуры корневой системы потому потому что если мокрая политая корневая система стоит в условиях низких холодных температур все это пропадание корней причем массовая и очень очень быстрая поэтому плюс 15 какое-то время конечно мокрая корневая может выдержать там плюс 13 плюс 12 но чтобы это не было на постоянной основе если говорить об удобрениях которыми сейчас нужно подкармливать наши с вами орхидеи то если мы будем рассматривать минеральные удобрения я не делаю частые подкормки минеральными удобрениями я много раз вам об этом на канале говорила чтобы не засолить те грунты в которых растут мои орхидеи раз в месяц этого по минеральным составам будет достаточно удобрения минеральные во время начала цветения а осень это начало цветения даже если вы не видите цветонос вы понимаете что осень это начало цветения наших с вами орхидей и где-то внутри растения в пазухе обязательно набухает вызревает цветочная почка поэтому мы подключаем минеральные составы где формуле НПК будет преобладать фосфор и калий и будет заниженное содержание азота или вообще его отсутствие если есть практика применения калия монофосфата монокалия фосфата по-разному кто как называет и так и так верно пожалуйста применяйте его я беру удобрения монокалия фосфат формуле разведения 0,5 грамма на литр воды для корней моих орхидей по рекомендациям от производителя этот препарат это удобрение разводится 1 грамм на литр воды но я всегда учитываю особенность строения корневой системы наших с вами фаленопсисов потому что веламен это губчатая структура которая напитав влагу в которой растворено удобрение долго держит воду с удобрением в себе в этой пористой структуре веламеногубчатой вот поэтому я всегда уменьшаю грунты не засаливаются в результате этого и корневая система замечательно себя чувствует а еще способ полива очень важно если вы погружением поливаете свои растения пожалуйста без проблем поливайте погружением в удобрение достаете выливаете воду ставите на поддон если вы поливаете как я методом пролива и оставлением воды в нижнем уровне то сам бог велел уменьшать концентрацию рабочего раствора применяемых удобрений для того чтобы не погубить корневую систему потому что водичка после долива воды в нижний уровень во всех посадках каких только у меня не растут орхидеи наливаю воду и воду с удобрением оставляю внизу никуда не выливаю но при этом уменьшаю концентрацию разведенного удобрения в воде она болтала слушайте я трындеть могу сутками все девчонки и мужчины здоровья вам благополучия вам взаимопонимания вам с вашими орхидеюшками всем пока пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...